Кофе в понедельник. Какой-то грустный кофе. Как в принципе и все мы в понедельник. Продам оливье со скидкой. Обмен на холодец и селёдку под шубой не предлагать. Дочка попросила у меня PS5. Да кто я такой, чтобы разрушать мечты 7-месячной крохи? Пописать она попросила, а не PS5, мне так кажется. Устал быть толстым и уродливым? Будь просто уродливым. Фитнес. Всё по чесноку. Кожа Андрей. Было больно, но бизнес превыше всего. Магнит у дома 7,5 километров. Купите себе подходящий магазин и поставьте поближе к дому. Не рассуждайте как неудачник. Чтобы доказать, что его предмет тоже пригодится во взрослой жизни, учитель геометрии нарезал торт по транспортиру. Проснулся, придумал себе причину для застолья и веселья и живи. Я не кусаюсь, у меня другие методы. Брось утопающему. Хороший пляж и спасатели на уровне. Как ему это поможет? Кто успел, тот поел. Спасибо тестю за хлопушку. Это жестоко. Демонтаж ёлок. Быстро, качественно и недорого. И да, друзья, всем здорово. Дайте 2 рубля до 32-го. С вами Алексей Сова и сегодня у нас демотиваторы. Поехали. Ещё до праздника барахлили, а после праздника совсем сдались. Да, у меня весы примерно такие же, тоже со стеклянной такой штукой. И на них написано до 150 килограмм. Походу мне скоро придётся покупать новые. У каждого спеца своя рулетка. А у меня рулет. Теперь и ты знаешь, где находится самая расстроенная женщина на земле. Ой, я надеюсь, это был искусственный ноготь. А, ну, наверное, да, да, по-любому. С каждым годом эту ёлку сложнее наряжать. Я вообще думал, это змея какая-то на ёлке висит. Купил себе робот-пылесос. Говорят, за раз чистит до 50 квадратных метров. Скорее загрязняет. Просто колбаса с окрошкой из Расчленинграда. Расчленинграда. И да, я вызвал полицию. Чего? Расчленинград? Что? Просто смойте меня в унитаз. Вылитый я после праздника. Вылитый я после школы. Уважаемые гости, убедительная просьба. В бане не драться. Идите на воздух. Он прибавит вам силы и энергии. Приятного отдыха. Вот это настоящая клиента-ориентированность. С тех пор и не пью. Это фотошоп. По-любому. И тут я прикинулась ёжиком. И как? Помогло? А, ну раз ты тут стоишь, значит помогло. Спасибо. А говорили, что не намазать. Спасибо на хлеб. Хм. Покажите мне самую дорогую лапшу. Я сказал самую. Превосходно. Не, РНТВ там должно быть. РНТВ получили госсубсидий на 1,3 лярда рублей и 648 лямов убытку. Не знаю, что это значит, но там должно быть РНТВ. Со своими инопланетянами и теориями заговора. Мне только спросить. Да пожалуйста, так и пропустить можно. Не жалко. Глянь в системник. Не грузится. У нас в школе все называли это процессор. Типа компьютер состоит из монитора, процессора, клавиатуры и мыши. Не так-то просто было раньше ценники менять. Насрать в тапке хозяевам, смотреть онлайн и без регистрации. Что я несу? Внезапная рефлексия. Ты точно скрипач? Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Кх-кх. Новый дизайн дебетовой карты. Самоизоляция не всем к лицу. Только об этом молчок. Когда спать не вариант, выпей кофе. Вот где у меня раки зимуют. А, я думал это помидоры. Ну ладно. Праздники закончатся и они опять вернутся. Кто вернется? Четыре всадника, рабочей недели. Будильнички. С голодухи не смог доползти до весов. Кража мобилы. Век двадцатый. Самое начало. Потом их, наверное, этой будкой придавило и так появилась Nokia 3310. Не дышите. Вообще-то это я должна это говорить. Ну тогда хотя бы форточку откройте. От вас перегаром несет. Зона сброса снега на леди. Машины ближе пяти метров. К стене дома не ставить. На леди. Каких леди, а? На леди. На ледям можно смело парковаться. Беззаботная рыба. Будь бдителен. Юзи звернеем. Юзи звернеем. Господи, я тысячу лет это слово не встречал. Три холостяка. А где три? А, третьего там не видно чуть-чуть. Ну, теперь вижу. Я в этом году елку переворачиваю. Ты в прошлом переворачивал. Январские бои. Здесь заканчивается шаурма. И начинается шаверма. Это граница Ленинградской области. Прилег с разбегу. С разлету. Это терминатор. Он сейчас встанет, отряхнется и пойдет в соседний бар. И кому-нибудь скажет. Мне нужна твоя куртка и байк. И косточка. Это я, потому что ошибки делают меня сильнее. Сколько у него там прессов. Утро добрым не бывает. Моя любимая книжка. Как бросить читать всякую дрянь. Да просто перестань читать. Скользкий тротуар напрочь убивает культуру речи. Да нет, почему упал просто и проговорил. Эдакая неприятность. Встал, отряхнулся, пошел дальше. Теперь-то я знаю, для чего она. Она кто? Она дырка в штанах или девушка? Казнь сратов. А дело-то всего лишь в одной букве. Сынок, снег надо убирать, а не закрашивать. Он поверх снега красит? Интересный метод. Дедушка всех смартфонов на прогулке. Зачем змейка съела кубик? Мне просто интересно. Влажные салфетки есть? А если найду? Может не стоило брать у бабушки ее таблетки? Заказчик недоволен. А получилось очень даже похоже. Зря недоволен. У соседских тараканов были люди в голове. Ужас какой-то. Срочные новости застукали на рабочем месте. Городской родильный дом. Просто я перфекционист. И консерватор. Консерватор. Кстати, красиво получилось. Порхай как бабочка, падай как рояль. Нам-а-а-а. Думал, что никогда больше этого не увижу. Но сегодня был свидетелем того, как дети катаются с горки на клеенке. На клеенке, Карл! Да еще и паровозиком. И все это в 2021 году. Этому миру есть еще на что надеяться. Я вообще на голой заднице катался. Ну, в смысле, в штанах. 2020. Как может цепляется за жизнь? 14-я, 14-я, 20-я. Что с ним такое? Ничего, просто съел две растишки за раз в одну харю. Будь оптимистом, и жизнь улыбнется тебе там, где ты не ждешь. Когда никто не трогает то, что работает. Ну, я считаю, нормальный сисадмин так и должен работать. Точнее, не работать. Настроить все так, чтобы ему не пришлось ничего ремонтировать. Это, конечно, невозможно. Ну, хотя бы большую часть своего времени, чтобы ему не приходилось что-то ремонтировать. Заказчик остался доволен. Еще бы столько хавки. Хотел бы я увидеть лицо кассира. Молоко, соленые огурцы и туалетная бумага. Интересно, какая в этом связь. Хм... Ключ от квартиры, где деньги лежат. У нас усел по-богатому. Гвоздодер. Спонсор ожогового центра. Что, а как из него наливать? Просьба, вытирай те ноги. Ты просишь меня помочь тебе. Но делаешь это без уважения. Крестный магнит. Хрустим. Сухарики со вкусом взрослой жизни. Всегда читайте то, что написано мелким шрифтом. А ну-ка, ну-ка. Высовывая свою ногу или обе из-под одеяла, вы тем самым принимаете публичную оферту о том, что вы можете быть укушены, поцарапаны, получить рваные раны, увечья, потерять палец, ногу или даже жизнь. Эх, вы ж хитрые коты. Как бухгалтерия видит любую ошибку Windows. Ну не знаю, там красный крестик и кнопочка окей. Ну а что там написано? Не знаю, там по-английски. Стой, не надевайте тапки. Когда спешу, то одеваю носки, а не надеваю. Ведь каждая секунда на счету. Я его заберу, а то в лесу вообще жрать нечего. Привет, удобно сейчас разговаривать. Сотрудники банков, когда впаривают тебе кредит. Когда часто просят обычную вилку. А, о, ага. Как отличить кота от кошки? А слева не видно маникюр. Вдруг он тоже с маникюром, эта кошка. Внук посвящает деда вазы Инета. Почему работники почты или банков долго принимают клиентов? Мне кажется, если б я работал на почте или в банке, я б тоже в косынку сидел шпилил целыми днями. Хитрый малыш доплатил несущему его айсто двести баксов и стал гражданином Швейцарии. Не возвращенец. Русалка свежемороженная. Вопрос, рыба или женщина? Решен. А был такой вопрос, у кого вообще рыба или женщина? Что? Что за эти мотиваторы сегодня? Республиканская база. Я окажется контужен на Звездных Войнах. Под жопка. 4-6-8 часов в день, еженедельная оплата плюс проценты. А барин-то шутить изволит. Автобусы у нас не опаздывают, просто они движутся под снегом. Эксперт по мониторингу личной жизни хозяев. А можно мне немножко пряника? Сначала кнут доешь. Простите, но вы неправильно поняли метод кнута и пряника. Даже биатлону в Челябинске присущ неповторимый местный колорит. Он, по-моему, не в ту сторону стреляет, не? Помнишь, ты со мной сражался? Я еще вырос то. Ты только приезжай, хоть иногда. Душа любого байкера жаждет полета. Прикольно было бы, если на таком моцике разгоняешься и на скорости 100 км в час нажимаешь на кнопочку, люлька отцепляется и ты летишь. Хотя не, не прикольно. Начни свой 14-дневный судебный процесс сегодня. Чего? Какой судебный процесс? Заманчивое предложение. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? А разве это жизнь? Вещая птичка. Без сомнений, руки растут из разных мест. Ого, сколько шашлыка. Гарантируем экстренное избавление от запора. Как все починить? Это двигается? Нет. А должно? Нет. Не трогай. А должно? Да. ВДшка. Это двигается? Да. А должно? Да. Не трогай. А должно? Нет. Синяя изолента. Прошу заметить, главное синяя. Куська дома? Мы за алиментами. Если хочешь быть здоровой, ешь одна и в темноте. Сливной бачок Деда Мороза. А какает он, простите, тоже ледышками? Снежками. Еще одна причина, по которой стоит одевать перчатки на заправке. Многие из нас склонны к копанию в самом себе. Чего? Копанию в самом себе? Ой, простите. Ладно, давайте дальше. Если тебя тошнит от людей, попробуй варить их чуть подольше. Что? Что пошло? Что за демотиваторы сегодня лютые какие-то? Суббота. Зажигать так зажигать. Плацкарт? Да, я когда ездил на плацкарте, я ноги вытягивал в этот проход, потому что я не помещался на этой лежанке. И у меня ноги торчали на весь проход, когда я спал. Когда люди шли мимо, я убирал ноги, под себя поджимал, люди проходили. Потом обратно их протягивал. А ночью мне пофиг было, когда я спал. Интересно, как они проходили. Как далек спать пораньше? Ну, здравствуй, тысяча и одна мысль. Извините, но я только спросить, чебурашка выйдет или нет. Вот ведь чую, паду, но не вижу. Голову подними. А что сделал, чтобы ничего не делать ты? Хм, интересная мысль. Настал час расплаты. Если вы не любите гостей, купите себе такой коврик. Обязательно куплю. Я ж надеюсь, что это не принт. Хе-хе. А что с хозяином флешки? Флешка в колбасе? Это не флешка, это по-моему от этого, от мышки. От мышки. Кусок мышки в колбасе. Ха-ха. Ну, может и флешка, кстати. Превращение кота в жидкость, редкий кадр. Либо из жидкости в кота. Сразу видно, наш. Дикий, но симпатичный. Ну, обсчиталось я, что ж делать? Вас много, а я одна. А я не знала о нововведениях в налоговом кодексе. У вас автоматизация отклеилась. Чё-то я не понял мем, ну ладно. Так делать нельзя. Рыночные торговки недовольны качеством продукции Apple. Это краш-тест Apple. Когда ждёшь много гостей на чай. Не, это чай в школьной столовке. Только там один пакетик должен быть, а не куча. Вот всю ванну вот такую одним пакетиком заварить. Это да, это в духе школьной столовки. Драйвер для этого устройства установлен неправильно. Ну да, немного неправильно. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. И напишите в комментариях продолжать ли рубрику демотиваторов. А ещё зацените нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир» по ссылке в описании. Книга размещена абсолютно бесплатно. И поддерживайте лайками и отзывами. Спасибо. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...